Велика ли еврейская диаспора, проживающая на территории Самарской области? Когда была построена синагога? Какие национальные блюда готовят евреи? Какие праздники отмечают? В Самарской областной библиотеке для молодежи прошла еще одна лекция в рамках проекта «Самарский Вавилон». Анна Сиркина рассказывает, уже второй раз приезжает в библиотеку на лекцию, посвященной одной из национальностей, проживающих в Самарском крае. Говорит, с удивлением узнала, что евреи живут здесь уже более 150 лет. Я знала многих национальностей и думала, что евреев уже больше, более 150 тысяч. Что это довольно-таки обширная нация, в состав которой входят разные национальные культуры, обычаи, традиции. Это было очень интересно. Ребята сегодня попробовали себя и узнали новые поговорки этого великого народа, переосмыслили для себя необычные факты из их культуры, из их традиционных мероприятий. И точно так же познакомились с необычными, яркими представителями на территории уже мировой диаспоры, если можно так сказать, еврейского народа. И на сегодняшний момент мы понимаем, что из почти 14 миллионов евреев на планете нашей, более 4 тысяч проживает на территории Самарской губернии. Проект «Самарский Вавилон» проходит в Самарской областной библиотеке для молодежи уже не первый год. Студентов вузов и СУЗов знакомят с национальностями, представители которых проживают на территории региона. Уже прошло около 150 лекций. Ребята узнали о традициях русских, цыган, армян, казахов и других народов. Для тех, кто не смог попасть на лекции, на сайте библиотеки выкладывают подкасты. Виктория Шарая, Константин Головин, События.